здравствуйте дорогие друзья очень рад снова так сказать появиться в эфире сразу хочу извиниться за наших уважаемых звукооператоров вот которые к сожалению никак не могут мои эффекты речи вырезать из съемок но я считаю что меня нужно любить таким какой я есть как в известной песне об этом поется если кому-то что-то не нравится ну просто пропускайте мимо ушей не акцентируйте внимание на том как я разговариваю тогда еще я не изучался не учил ораторское искусство к сожалению в отличие от известных наших ораторов которых немного слышим вот на которые говорят всякую глупость и так утро начинается не с кофе а с чего же должно начинаться утро а утро должно начинаться с воды мы все прекрасно знаем йоги всегда натощак рекомендует выпить теплой подсоленной воды система йога на этом основана она запускает весь процесс нашем организме включается выделительная всасывающая система у нас шлаки которые накопились за время нашего отдыха начинают релаксировать системы выделения организм подготавливается к тому чтобы хорошенько поработать еще если мы поработаем вот поможем мышцам избавиться от той молочной кислоты которая накопилась поможем расширить капилляры вот таким образом мы будем готовы принимать пищу вот то есть как бы завтрак ешь сам ну ешь сам когда хочешь кушать а не когда надо в системе когда надо понятно что если человек тяжело работает вот как в армии вот я когда смотрю свои армейские фотографии у меня вот такая морда была потому что завтрак обед и ужин были четко по часам но пища была как говорится однообразная но богатая именно клетчаткой всякие каши там хлеб с маслом и когда ты втягивайся в эту систему ты не наедайся потому что бегаешь прыгаешь там подтягивайся тратишь много мышечной энергии и к обеду у тебя уже сосет все я уже желудок пустой я набивал полные карманы хлебом и старшина на меня орал кричал зашить карманы набить песком и тогда же я ничего не мог с собой сделать приехал вот с армии вот сразу как говорится похудел стал нормальный вода вода которую мы пьем как говорят йоги должна быть слабо соленая слабо соленая он они имели ввиду то что у нас кровь она тоже состоит из соли то есть у нас течет море если мы посмотрим нас вот синие такие вот цвета морской волны сосуды и в принципе когда человеку нету возможности перелить ему группу крови ему переливают просто раствор соли так называемый изотонический раствор вот и человек прекрасно живет постепенно этот раствор наполняется необходимыми кровяными тельцами вот и он полноценно существует вот более того мы полагаем и наверное будем двигаться в этом направлении о том что кроме того что вода должна быть слегка подсоленная но это может каждый регулировать себе по вкусу она должна быть слегка подкисленная приведу пример словакии есть две природные минеральные воды она называется корытница 2 называется будешь там прямо на бутылке написано реклама будешь будешь пить и будешь долгожить и но по-словацки вот если будете словакии рекомендую эти две воды они имеют слабо кислую реакцию там есть ионы со 2 co2 и так дальше и не очень пониженный уровень кальция потому что мы считаем что уровень кальция в тех минеральных водах которые есть он обычно завышенный человеку безусловно нужно регулировать уровень собственного кальция потому что уровень собственного кальция тоже меняется человек что-то поел не то и так дальше уровень кальция упал человек заболел уровень кальция упал и очень часто есть такая медицинская процедура дают глюконат кальция глюка это глюкоза и кальций вот или внутривенно хлористый кальций то есть почему хлористый потому что хлористый это соляная кислота которая присутствует нашем желудке то есть при соляной кислоте нашего желудка кальций усваивается работает во всех биохимических процессах нашего организма и не откладывается в осадок и не выпадает не забивает капилляры я в ужасе всегда наблюдаю когда пирамидальные бизнесмены я их иначе назову начинают распространять так называемый коралловый кальций коралловый кальций это продукт нейтрализации коралл взял из морской воды соли взял какую-то пищу вот переработал это и выдал продукты нейтрализации в виде вот этого так называемого коралла или кораллового кальция вот они собирают этот кальций перемалывают и начинает нам втюхивать вот извините меня пожалуйста это мне очень напоминает систему уринотерапии каллокопрофагии вот и так дальше и пока я вижу этих коралловых распространителей у меня сразу перед глазами вот это корыто с я извиняюсь навозом и вот они всех начинают по ушам ездить тут кушать и так дальше нельзя то что организм выдал неважно наш или наш обратно туда запихивать человеческий организм это не фильтр как в автомобиле вытащил помыл и так дальше сожалению мы забиваемся этими всеми продуктами распада и потом эти системы органы и клетки отмирают и просто погибают поэтому категорически против вот итак пьем воду пьем воду добавляем по вкусу и так дальше безусловно что уровень собственных кислот с возрастом у человека меняется молодых людей пищеварительная система работает изумительно отлично они съедают все все переваривают каждые два-три часа они уже голодные побежали по улице хот-дог там шаурма и прочее фаст-фуды уличные пихает себя пихает и так дальше им все мало и вот они эту всю энергию всю эту накопленную пытаются реализовать главная функция какая у молодых людей размножаться вот вот они к этому и стремятся то есть они накапливают энергетический баланс потом надо его реализовать в основное предназначение человечества основное предназначение человечества это оставить после себя наследство и чем больше тем лучше другого смысла нашей жизни не существует не там вести здоровый образ жизни ничего вот дети дети должны воспринять нашу генетическую информацию не испорченную максимально и дальше уже в новых условиях жить и приспосабливаться к тому то есть вот многие моего возраста знают там дети не послушные внуки там дурака валять но это их путь я сейчас тоже закрываю глаза на своих детей но мне много чего не нравится весь но это их путь они его проходят они этому учатся они вырабатывают свою дорогу а может быть это вот есть для человечества выход потому что ну мы уже накопили свой опыт мы более консервативны чем они мы не знаем потому что нашего сознания часто даже не хватает чтобы понять куда же это вот двигается вот эта вся аморфная человеческая масса хотел коснуться при этой теме вопроса защелачивания закислений как только я слышу значит вот эту ересь по поводу того что нужно пить соды защелачиваться и так дальше а закисление это есть смертельно меня начинает сразу как говорится мягко говоря удивлять безграмотность этих инсинуаторов которые не читали химии не читали медицинской энциклопедии вообще ничего не изучали просто сидят и тупо значит занимается дезинформации дезинформация направлена на уничтожение человеческой расы значит по поводу какую воду пить и сколько пить и так дальше ну у каждого индивидуально это все безусловно нужно пить тогда когда организм требует потому что пример вот мы покушали нас организм выделил какое-то количество жидкости это жидкость реагировала переварила нашу пищу и в организме образовался дефицит но он образуется не сразу примеру запивать пищу водой во время еды или перед едой смысла нет потому что мы таким образом разбавляем наши соки и уменьшаем активность наших ферментов поэтому правильно в начале кушать твердую пищу чтобы она смачивалась нашим желудочным соком чтобы он переваривался после того когда он переварится восполнять недостаток влаги за счет того что пить пить воду пить воду безусловно что лучше подкисленно безусловно мы своих рекомендациях говорим что бальзам употреблять во время еды или после еды особенно для возрастной группы больше 50 лет потому что как помните я раньше говорил у человека с 20 до 50 лет в пять раз падает уровень собственной соляной кислоты и естественно что ph желудочного сока недостаточный и мы вынуждены сражаться с последствиями того что прото ферменты прото пепсины не становятся ферментами и пепсинами идет неполное переваривание пищи и вот эти продукты неполного переваривания или шлаки впитываются в кишечнике нашей кровеносной капиллярной системы забивают и у нас начинается все проблемы с этим связаны где-то сосудистая дистония так дальше в этой связи очень хотел как бы сказать одну ремарочку может даже где-то не совсем крик души но обида за состояние медицины которая у нас сейчас есть вчера хоронил одноклассника а мой товарищ хоронил своего друга и проблематика одна и та же одноклассник заперся в мастерской не могли открыть дверь у него была ишемическая болезнь ему просто не оказали вовремя медицинскую помощь второго товарища у него была онкология хирург уехал в отпуск и все другие хирурги отказались ему поставить катетер для вывода значит там одного протока и так дальше человек умер от интоксикации состояние отношения наших врачей к нам меня ужасает ужасает и не знаю как это все перебороть но хочу сказать одно не оставляйте своих близких и родных без присмотра без внимания без ну звоните интересуйтесь спрашивайте узнавайте потому что вот сутки прошло им никто не дозвонился через сутки приехали просто сидел в кресле у него были синие пальцы посиневшие пальцы все ему было плохо никто не приехал никто не среагировал позвонить он сам не смог любите близких родных и уделяйте им побольше внимания это внимание это их жизнь